Этот двор в Черниковке не сильно отличается от других. Правда, есть одно обстоятельство. Шесть лет назад здесь под землю провалилась машина, а месяц назад, буквально в 50 метрах от этого места, капризный уфимский карст снова напомнил о себе. Прямо под окнами старший по дому осел грунт. Ну, за неделю до происшествия первый признак – это то, что газовая труба дала деформацию, дала отечку газа, был сильный запах около домофона. Мы вызвали аварийно-спасательную службу, и они ее устранили. А в начале февраля во время уборки территории коммунальщики обнаружили карстовый провал около подъезда. Местные жители уверяют, что грунт осел на 10 сантиметров. На место сразу выехали все экстренные службы. Приехали, стали измерять, проверять, что произошло, по какой причине. Разумеется, сразу никто ничего не смог дать. Но первое предположение было, разумеется, что это из-за карста. Местные жители этому диагнозу не удивились. Уже во время заселения стало понятно – с домом что-то не то, уверяют старожилы. В 1976 году сюда переехали, тут вообще была вода, уже под домом были, кучами. А потом тут люди говорят, которые уже тут жили, тут же частные болоты были, они говорят – река под вашим домом течет. В тот же день место провала оцепили. В подъездах и около дома появились предупреждения – машины у здания не парковать. Сотрудники ЖЭУ установили на швах гипсовые маячки, чтобы следить за ситуацией. Если было бы движение маячков, вернее, движение здания, то были бы трещины, именно на, видите же, да, были бы трещины. На сегодняшний день у нас трещины не наблюдаются, и получается движение конструкции тоже не наблюдается. Весной за маячками наблюдают дважды в день, утром и вечером. Для этого есть и соответствующий журнал. Осмотр дома подтверждают своими подписями члены Совета многоквартирного дома. Несколько дней назад во дворе появилась тяжелая техника. Она приступила к бурению скважины глубиной 68 метров. Как пояснили нам специалисты, это позволило сделать целый спектр исследований – от анализа грунтовых вод до геологического строения. Первичный этап у нас сейчас идет камеральная обработка. По итогам камеральной обработки мы разработаем дальнейший фронт работ. То есть где нам скважины бурить, какого объема выполнять нам нужны работы. Будем отбирать уже непосредственно в интересующих нас местах пробы грунта, отправлять их в лабораторию, выполнять в лаборатории изучения этих грунтов, их физико-механические характеристики. В дальнейшем специалисты смогут провести более сложные исследования. Просканировать как рентгеном землю вокруг дома и найти, если они есть, полости. Все результаты лягут в основу отчета, который передадут в проектную организацию. Будущее здание решат совместно несколько ведомств. Тем временем жители рассказали нам, что в администрации района им пообещали летом укрепить фундамент здания и восстановить асфальт. Андрей Шарыгин, Эльдар Каюмов, телеканал ЮТВ.